Строительству самого дешётового жилья в Москве решили помешать квартира-дом. 13.53, 24 сентября 2019 года строительству самого дешётового жилья в Москве решили помешать. Фото, ЖК «Сказочный лес». Руководство национального парка «Лосиный остров» и местные жители пожаловались на начавшиеся в буферной зоне особо охраняемой природной территории, АОПТ. Строительство жилого комплекса «Сказочный лес» — одно из самых дешёвых новостроек Москвы. Квартиры там уже продаются. Активисты намерены дойти до суда и отстоять парк, пишет коммерсант. Застройщиком выступила ООО «Грандникст» петербургской группы компаний. Планируется построить четыре корпуса с детским садом и школой. Всего в комплексе будет 1803 квартиры по цене от 3,8 миллиона до 9,7 миллиона рублей. По данным Росреестра, продано уже 303 квартиры в ипотеку и по другим договорам. Сдать «Сказочный лес» планируют в 2021 году. Экологи утверждают, что строить на этой территории запрещено. Такие буферные зоны устанавливаются для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на природоохранные территории. Минприрода и столичная межрайонная природоохранная прокуратура эту информацию подтвердили. Национальный парк сейчас готовят исковые заявления в суд. Однако, несмотря на все возражения экологов, в 2018 году Мосгостройнадзор всё-таки выдал разрешение на строительство комплекса. Сведения о размещении земельного участка в границах охранной зоны ООПТ в Едином государственном реестре недвижимости, правилах землепользования и застройки, а также в градостроительном плане земельного участка отсутствуют, заявили в пресс-службе организации. По мнению застройщика, участок не попадает в охранную зону парка. Михаил Крейн-Длин из Гринписа России считает, что компания неверно трактует законодательные нормы. По его словам, согласно принятым в 2013 году поправкам к закону ООПТ, их границы не пересматриваются и остаются прежними. Председатель Комиссии по экологической безопасности Подмосковного отделения Русского географического общества Антон Хлынов сказал, что решить конфликт можно будет только через суд. Лосиный остров – один из первых национальных парков России, созданный в 1983 году. По свидетельству многих исторических документов, эта территория была излюбленным местом соколиной и медвежьей охоты царя Ивана Грозного, что происходит в России и в мире. Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись. Обратная связь с отделом ДОМ. Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новости или идея для материала, напишите на этот адрес. ДОМ АТЛЕНТАКО ДОТРУ